МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ними побеседовал Дмитрий Рыбяков. Обязательная пресс-конференция длилась недолго, а после нее трехкратные призеры Олимпийских игр попали в распоряжение российских журналистов. В сентябре и в октябре перед сезоном о чем мечтал? О чем мечтал? Мечтал, наверное, впервые выступить на Кубке мира, попасть на Олимпиаду и принять участие в разделке на пятнашке. То есть одну гонку пробежать? Ну, у меня больше шансов и не было, в принципе. Если бы не вся эта ситуация, то не факт, что я попал на скейтлон и на дальнейшие гонки. На последнем этапе финала Александр Большунов сразу постарался вырваться вперед и убежать от соперников. Просто не было смысла сидеть за этими ребятами, когда злотаня дали бегать от тебя. И потому что я понимал, что у них скорость тише, и мне правильно сделал то, что сразу начал их обгонять и бежать своим темпом, своей скоростью. На финишном круге главная задача была ближе к финишу сохранить второе место? Была задача постараться приблизиться к Ефгану. Российские хоккеистки, в составе которых выступают тюменки Мария Баталова и Валерия Павлова, провели самый важный матч на Олимпиаде. В поединке за бронзу они встретились со сборной Финляндии. 3-2 победа Финляндии, а Россия уезжает домой с лучшим в своей олимпийской истории достижением, четвертым местом. Денис Спецов не уроженец Тюменской области, но настолько выдающимся мастером его сделали именно у нас. О том, как в обычном пареньке удалось разглядеть будущего героя Олимпийских игр, нам рассказал директор региональной школы Олимпийского резерва. «Спортивные классы на «Жемчужине Сибири». Это еще тогда, когда все начиналось. «Жемчужина» у нас строилась, формировалась. Вот мы пригласили, если говорить серьезно, тренера, Евгения Сергеевича Ванюкова. Ну и по его просьбе он взял пятерых самых смышленных своих ребят из группы. Ну, в то время никого так не выделял, просто это была его поддержка, чтобы у него была база тех ребят, вокруг которых он собирал себе первую команду младших, младшую группу спортивной класса. В каком году Денис переехал в Тюменскую область? Это, получается, 2008 год. Тюмень долго к нему шла, заслуженно получила и уже точно никому не отдаст. Ровно через месяц, 22 марта, в «Жемчужине Сибири» состоится финал Кубка мира по биатлону, соревнования к которым готовятся так, что запомниться они точно должны надолго, особенно если старты эти как следует осветят журналисты. Для работников средств массовой информации в «Жемчужине Сибири» создали все условия и даже заботливо провели пресс-тур, чтобы показать, где предстоит работать. Условия нового медиа-центра впечатляют. Условия для работы приятно удивляют. С самого начала создания этого центра приезжают сюда каждую зиму. И, конечно, вот центр, который построили, там созданы все условия для работы. Очень много мест, просторно, светло. Интернет, думаю, будет быстрый. Но если сравнивать с другими этапами Кубка мира, например, в Ханты-Мансийске, то условия на уровне, может быть, даже лучше. Экскурсию для журналистов провел медиа-шиф предстоящих соревнований Андрей Душин. Он не просто ознакомил коллег с местом работы, но и провел их в микс-зону, где подробно объяснил, куда и почему во время гонок можно идти, а куда не стоит. Параллельно на трибунах не то, чтобы кипело, а планомерно шла работа. Последние штрихи к оформлению трибун, которые уже через месяц заполнят тысячи болельщиков. И для фанатов, и для журналистов в «Жемчужине Сибири» все стараются сделать идеально. В Хеменской арене-то они знают так, на все этапы ездят и работают. Поэтому мы, как всегда, делаем все лучше. По крайней мере, стараемся, потому что у нас всегда какие-то двойные стандарты присутствуют. Поэтому мы всегда себе планку завышаем. После пресс-тура журналисты получили возможность посмотреть спринтерскую гонку у мужчин в рамках Кубка России по биатлону, после чего отправились в редакции, где будут нетерпеливо отрывать листки календаря. Ждать осталось месяц. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин